Юлия Бычкова в торговле уже больше 10 лет. До этого была обычным служащим. Открыть свое дело сподвигла сестра, которая на тот момент была уже опытной бизнес-вумен. Сейчас Юлия торгует одеждой, признается, конкуренция на рынке большая. Осложнилось дело и с появлением интернет-магазинов. Приходится искать новые методы, чтобы оставаться на плаву. Я выбираю таких поставщиков, которые идут навстречу под предпринимателям, потому что в стране сейчас, сами понимаете, наша страна находится не на самом таком пике расцвета экономики. И в наше время сейчас абсолютно всем трудно. Для того, чтобы было лучше, мы должны искать пути развития дальнейшего. И вот мне хотелось бы узнать, какие это будут пути. Это же интересно. О новых путях развития, изменениях в законе и экономических инструментах, необходимых для успешного ведения бизнеса, рассказывают на семинарах для предпринимателей. Они проходят благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. Раз в три месяца. Специалисты Самарского департамента экономического развития выезжают в районы и проводят лекции. На этот раз главная тема встречи – налоговый режим на профессиональный доход. Это пилотный проект, который действует всего в 23 регионах. По новым правилам, то, что раньше называлось подработкой и налогами не облагалось, сейчас предлагают сделать официальной деятельностью, например, репетиторство. Это позволит педагогам оформлять кредиты, а также отразиться на будущей пенсии. Причем ставка налоговая будет пониженная для работы с физическими лицами 4%, юридическими – 6%. Сейчас государство делает такой акцент, предлагает людей выйти из теневого сектора экономики, чтобы чувствовать себя уверенно на нашем рынке, чтобы и люди, которые потребляют услуги данных людей, и сами эти предприниматели вошли в поле защиты законодательства. Для подработки, для мам, которые сидят в декретах, для людей предпенсионного возраста, для тех людей, которые сдавали квартиры и делали это на свой страх и риск. Вот именно этим людям этот налоговый режим позволит выйти из этого теневого момента, показывать свои доходы открыто. В Самаре больше 65 тысяч человек занимаются малым и средним предпринимательством. Каждый раз на семинарах охватывают разные темы. Юлия Бычкова призналась, что пришла на лекцию не в последний раз. Мария Левина, Константин Головин. События.